Синтетик, хоть что может произойти? Увеличивается продуктивность деятельности мозга. Расчленил двух своих однокурсников. На кого-то надеяться на полицию, здравоохранение, или образование, или управление спортом. А вдруг они не оправдают твоей надежды? А ребенок-то твой. По тесту на беременность? В азбекте точно со своим другом ничего не надо. Если вы не можете оплатить услуги адвокатов, то государство... Добро пожаловать на наш сегодняшний видеоподкаст. Сегодня у нас в гостях представители управления противодействия наркопреступности. Такие гости, как Жандос Басыбаев, Сергей Ильиных и Адулад Мухаммед Рахимов. Тема сегодняшнего подкаста – синтетические наркотики. Нету сейчас такого понятия, стереотипа старого наркомана, человека со шприцом. Синтетические наркотики употребляют причем курение, вдыхание, глотание, всевозможных таблеток. Еще раз перечислите, каким методом вообще употребляют наркотики? Он вообще универсальный. Вот именно, что на сегодняшний день универсальный. Его можно и растворить в жидкости. Его можно растворить в жидкости, дальше и дальше. Можно покурить. Хоть что можно сделать. Есть его даже? Да, можно даже его как инъекционный. Раньше, как мы привыкли, вопий, героин тоже инъекционный. Например, старые наркоманы, которые еще начали употреблять вопий, героин. Сейчас просто как бы он потеснил. И уже, скажем, не то, что мы победили героин, героиновую наркоманию. Она просто вытеснила. И все, она стала неактуальна. То есть, например, это же, опять же, вы сами понимаете, где героин производится. То есть, где-то в далеком Афганистане, это чтобы дойти, это сколько нужно границ пройти, определенная логистика. А синтетика, это все придумали аналог синтетический. Альфа-ПВП на сегодняшний день распространенную, например, соль ее называют. Вся эволюция человека – это тому, чтобы упростить себе жизнь. Одно из них – это, конечно, направление получения определенных спектра эмоций. Ну, то есть, получал человек счастье, допустим, человека счастья. И наркотик является одним из, так сказать, триггеров, который увеличивает наше получение эмоций, так сказать, кайфа, да, в кавычку. Ну, кайф – это новое слово. Андерфин, да, умножает на 20-30%. Почему, допустим, традиционные наркотики переходят на задний план? Это не они переходят на задний план, это просто новое время, нам диктуют новые условия, как вот мой коллега сказал. В любом случае во главе всего стоят деньги. Ну, в первую очередь, именно те, кто распространяет. А кто их употребляет, это уже совсем другая категория людей. То есть, те же закладчики, мы же понимаем, что их главная цель – не то, что они там хотят, допустим, навредить государству, а потому, что они хотят заработать денежные средства. Они о последствиях не думают. Ну, молодой организм, вот появилась возможность там заработать быстро, там, в принципе, ничего такого тяжелого, там, разложить эти наркотики, там, отчитаться, там, курьеру. И молодой человек не задумывается, что у него санкции, предусматриваются на три года решения свободы. От тёпкой семьи. Вообще, все преступления, связанные с наркотиком, хотелось бы донести, да, это как убийство человека, тяжкое, особо тяжкое преступление. Это можно сказать, что это сравнить с геноцидом нации, особенно подрастающего поколения. Смотрите, Казбек, чтобы вы понимали, люди заканчивают фармацептию, да, и создают какую-то таблетку, которая пойдёт во благо, да, человеку, там, голодную боль снимет или ещё что-то. Таблетки, все синтетические наркотики делаются подпольно в лабораториях и без химического образования. Первая наша лаборатория, которую мы пресекли деятельность на территории столицы, организовала 17-летний пацан. Мальчишке было 17 лет без какого-то химического образования. То есть и… 17 лет уже производил наркотики? Производил наркотики. Это первая лаборатория, которая была пресечена на территории столицы. Я говорю о том, что синтетические наркотики – это игра в русскую рулетку. То есть ты не знаешь, какого ингредиента или какого-то препарата там больше или меньше. Самое, что страшное на сегодняшний день, да, мы некомпетентны установить причину наступления смерти. Потому что сейчас каждый месяц состав психоактивных веществ уменяется. Еще раз повторю, каждый месяц в мире создаются новые синтетические наркотики. Есть такие… Почему вот летальные исходы бывают, опять же? Он берет, например, да, вот он привык, он… Я постоянно покупаю, покупаю в этом, скажем, интернет-магазине, там покупаю. У него есть определенная доза. А тут к нему другая партия поступила. Он же не знает, новая партия поступила или как. Уже вот как сейчас коллега вот сказал, да, что не знает, какие ингредиенты, сколько там больше положили, сколько меньше. Он, как обычно, употребляет свою дозу и получает передоз. И самое интересное, летальные исходы еще наступают не только при употреблении наркотиков, именно вследствие употребления. Там же еще побочные эффекты. Человек себя может бэтменом прям ощутить и пойти с крыши спрыгнуть. Были случаи, когда молодые люди употребляли синтетические наркотики, на крик сбежали соседи, молодой человек расчленил двух своих однокурсников и сел, пел песни, выкол в себя. Подвозительный наркотик. Да. Просто нет такого определенного клинического, например, характеристики. Вот он употребит это и будет такое у него поведение. Она может быть… Почему вот эта синтетика, она и страшная. Он хоть как может повести себя? Это ни к чему не объяснимо, там, ни наука, ни какая-то… Одним тоже наркотикам, да. Ну, то есть это миф, да? То, что человек под наркотиками не агрессивен, это миф. А она хоть что вот под синтетикой, хоть что может произойти? Они же, когда приходят в себя, они же понимают или там их же на видео снимают. Ну, много же роликов на сегодняшних доступных, да? Он сам в шоке, как он себя ведет. То есть он узнает, у него уже какой-то есть призыв, у него какой-то страх появляется. Вот так надо бросать, а он уже не может бросить. Неоднократно в своей жизни видел своих друзей, которые употребляли синтетические наркотики. Было такое, это факты. Но я лично никогда не прибегал к тому, чтобы переубедить друга и сказать, это же плохо, не надо. Значит, он не такой твой близкий друг. Значит, он не такой, да. Ну, получается, может быть, есть понятие же, друг, есть приятель, с которым ты, когда-то по-хорошему знакомый. Вот хорошо, ты вот сейчас говоришь о друге. А, я сейчас понял, камень преткновения нашего диалога, он заключается в следующем. То, что я говорю о тех людях, которые употребляют наркотики нерегулярно. Не такого понятия регулярно. Она начинается нерегулярно, а потом... Да, вот ты, например, когда последний раз видел своего друга, вот про которого говоришь, да. Ну, примерно. Примерно, но две недели назад. Две недели. Ты как часто с ним встречаешься? Именно с этим другом? Ну, про кому говорим. Ну, не так часто, да, на самом-то деле. Ну, вот встречи сейчас с ним через год? В любом случае встречи. Встречи, посмотри просто на него. И вопрос, смотри, каждый... И вообще, будет он или будет или не хотеть с тобой встретиться? Или там, может быть, будет избегать? Или вам нечем будет вам разговаривать вообще? И каждый человек, который сидит и обсуждает, почему полиция не принимает меры типа по противодействию наркопреступности. Если вот давай говорить просто по статистике, чтобы ты понимал, да? Вот только за Астану, за 140 дней, которые мы прожились вот в этом году, у нас к уголовной ответственности привлечено 294 человека. Каждый день в столице привлекается по два спавильных человека. Это чья-то жизнь. Это чей-то родственник, чей-то братишка, сестрёнка, да? Но мне кажется, мне кажется, первостепенно нужно дать родителям понять на первом этапе, как определить, что его ребёнок употребляет наркотики. Потому что именно от родителей как раз-таки все будут скрывать в максимальной форме. В любом случае, вы же своего ребёнка знаете же, поведение его там, например, определённый образ жизни, да? Может, агрессия действительно, может, он там сон поменял день, ночь там. Поведение раз. Да, да, давайте еще раз. Потом какой-то, ну, появляются какие-то друзья, ну, непонятные. Непонятные. Например, в любом случае, которых раньше, наверное, говорите, не было. Завалированные вопросы по телефону. Он берёт телефон, уходит в соседнюю комнату, чтобы переговорить. Один из звонков, почему ты мне не доверяешь? Почему ты уходишь в соседнюю комнату, разговариваешь? С кем ты разговариваешь? Начинает общаться на языке, который непонятный для старшего поколения. Опять же, это странное окружение. Вообще, в целом, поведение, например, если он ждёт адрес с закладкой, вот он сидит-сидит-сидит, раз, резко собрался и ушёл. Опять же. Видно же, что человек резко засобирался. Если, говорю, ничто там, например, не предвещало, вот у вас там какие-то планы, там, хотели, хотели на огород сходить, там, или что. Я тут резко засобирал, сейчас я маму, папу, сейчас я приду. Синтетивские наркотики, потеря веса. Потеря веса. Обязательно. Глаза – это действительно там, опять же, переноски расширенные, там, суженные. И героиного зависимого человека, ну, в нашем старом представлении, это, допустим, неопрятный вид, допустим, да, его какой-то там, он начинает за собой не следить. Проблема в том, что синтетика, у синтетики человека, употребляющего синтетику, страницатического, явных признаков его изменения поведения не будет. Сразу, да. Не будет. Есть такая, даже такая сторона, да, вторая сторона медали. Человек, Казбек, чтобы ты понимал, если он учился, допустим, раньше на тройке или четверке, то определенный период времени он может учиться на пятерке, начаться учиться. Увеличивается продуктивность деятельности мозга. В этом вся сложность синтетики. Почему наши родители, допустим, которые потом, когда узнают на конечной стадии, говорят, а я даже не замечала. Казбек, один из профилактических мер, который мы сейчас пытаемся внедрить, тест в каждый дом. Есть экспресс-тесты, которые продаются в аптеках, они очень дорогие, от 2000 тенге, порядка до 7000 тенге. Можно купить в любой аптеке и в течение полторы минуты определить по биологической жидкости человека, то есть мочи, забором мочи. В течение полторы минуты ты определишь до 12 видов наркотиков, которые можешь употреблять. Если вы не можете овладеть услугами адвокатов, то государство... Например, лет 5-7 назад мы проводили анонимное анкетирование в школах. Согласны ли родители, чтобы их протестировать на употребление наркотиков? Да 100% согласны. Нет, 80% родителей, даже 90%, они были против. Как вы подозреваете моего ребенка? А на сегодняшний день картина кардинально поменялась. 90% они согласны. Я говорю, можно сделать проще, сделать пропаганду. Мы не будем тестировать сами, тестировать дома. Ты, это твой ребенок. Родители зачастую говорят, вот нам должна воспитать школа, институт. Никто никому ничего не должен. На кого-то надеяться, на полицию, здравоохранение, или образование, или управление спортом. А вдруг они не оправдают твоей надежды, а ребенок-то твой. Все боятся идти в наркологию государственную, потому что они боятся в Центре психического здоровья, и попадут на наркоучет. Но, повторюсь, смотрите, в наркологии есть профучет, анонимный учет. Можно пройти анонимно, за меньшие деньги, и получить более квалифицированную помощь, когда тебе препараты нужные пропишут. Когда с тобой психологи, наркологи проработают. В любом случае надо к профессионалам обращаться, не надо этого бояться. Окей, окей, хорошо. Вообще сама наркомания и вообще сама наркопреступность, это понятие вообще латентное. Она скрыто протекает. Например, есть учеты определенные. Вот стоит тысяча человек на учете. Как говорит практика, на 5 умножай, вот реальное число. Даже на 10. Да, вот ты же говоришь, твой же, вот опять же возвращайся. Зря ты его, конечно, затронул, он у тебя весь вечер. Да, весь вечер, да. Вот он же не состоит на учете, так же? Пока. Да, он не состоит. У него есть близкий друг, там, скажем, пожалуйста. Вот рядом возле тебя сидит наркоман, наркозависимый, который не состоит на учете, он выпал из учета. Поэтому это латентно. А так определить, как ты определишь? Это, я говорю, она имеет накопительный эффект. То есть он там употребляет, он думает, независимо, все, она идет, процесс организма справляется с этими, которые изменяются, с этими процессами. Потом раз, и происходит взрыв. Какой наркотик на рынке сейчас самый актуальный? С каким наркотиком боретесь вы в последневной рабочей жизни каждый день? Любой. Ну, в любом случае, я точно знаю, что у них есть определенные... Ты неудачно слово подобрал, актуальный. Ну, как понять, актуальный? Если взять среднестатистическое потребление наркотиков, на первом месте стоит, конечно, это мефедрон. Меф. Почему? Потому что, ну, мефедрон, если взять, допустим, спайс и соль, и мефедрон, ну, как бы три зла, допустим, да, выбирает, конечно, то зло, которое получаешь больше спектра эмоций. На сегодняшний день мефедрон бьет все рекорды по продажам. Его называют кокаин для бедных. Бьет все продажи, именно как в Центральной Азии, так и в странах Европы. Не потому, что он доступен, суть не в этом. Именно по получению эмоций мефедрон – это самый растерянный наркотик. Ну, его в молодежи называют, почему-то, КЭТ называют. Ну, почему, мы знаем, потому что меткотинон, слово КЭТ, ну, с английского – кошка, допустим. КЭТ на сегодняшний день очень растерянный в клубах, в учебных заведениях среди молодежи. Для среднестатического наркомана 1 грамм – это очень много. Они покупают себе, называется, 0,3. 0,3 – это называется одноразовая доза. Чек. Чек, да. Закладка вообще, одна закладка – это… Я тут прям терминологи называю КЭТ, МЯТ, Чек. Да, да. 0,3 грамма. 0,3 грамма. Их продают по 7-8 тысяч нг. Если ваш вопрос, самый популярный наркотик, самый популярный наркотик – это мефедрон. А вот давайте попробуем на такую тему поговорить. Какие вообще есть слова, которые образно якобы скрывают прямое обозначение того или иного наркотика? Ну, я так думаю, если бы я где-то услышал слово КЭТ или МЯУ, я бы не обратил внимания. А по факту, будь я родителем, как будто стоило бы. Давайте возьмем, к примеру, марихуану. Простую. Ее как только не называют. Ты – индеец, пыль, пластилин. Такое слово, как КОПЕР. Что такое КОПЕР? Мы, как знаем, наши молодежь, студенты, в основном, это люди, у которых личные деньги в кармане не вводятся. Допустим, есть у каждого интернет-магазина, есть его чат. Что такое чат? Это те люди, которые, допустим, употребляют у магазина название. Допустим, возьмем его, допустим, условно назовем, допустим, клубника. Магазин называется клубник. У этой клубники есть свои потребители, 500 человек. Этот магазин создает чат. И там люди коперируются. То есть у меня есть 2 тысячи деньги, у тебя есть 2 тысячи деньги. И вот у моего, допустим, коллеги из 2 тысячи деньги. Мы покупаем 1 грамм и делим слово КОПЕР, значит КОПЕРНУЦА, КООПЕРАТИВ. И при этом они могут друг друга не знать. То есть суть в чем? Мы собираем деньги, друг друга закидываем на биткоины. То есть у каждого есть свой кошелек. Я так шагну еще дальше немножко, поглублю, чтобы понимали. Чтобы друг друга не знать, мы собираемся. Мы скидываемся в один кошелек, один ключ даем только одному человеку, допустим, тебе. Мы при этом друг друга не знаем, но мы знаем, какой у тебя аккаунт, мы тебе доверяем. Потому что мы видим, что с момента создания магазина ты там сидишь, у тебя аккаунт, допустим, называется Лариса 3ХА, допустим. Мы знаем, что Лариса 3ХА нормальный, надежный КОПЕР. Если мы закинем 2 тысячи деньги, он нам закладка оставит в другом месте. Слово КОПЕР, это одно из, если, допустим, родители где-то услышат по телефону, давай КОПЕРнемся, это значит, мы скинемся деньгами и купим себе наркотик. Следующие такие молодежные слова, допустим, ну, ВПИСКО, наверное, все знают, да, ВПИСКО? ВПИСКО собраться на квартире молодежи. Также КОПЕРнуться и соберемся на ВПИСКИ. Хотел добавить насчет КОПЕРа. У нас резко возросла вспышка именно по СПИД, ВИЧ-заболеваниям. Мы задаемся вопросом, как? То есть героин уходит на второй план, у нас резко вспышка СПИДа идет опять. Мы со СПИД-центром отрабатываем, выясняется по концовке, что сейчас наркотики управляют не инъекционно, путем перорального дыхания паров, но происходит другое. КОПЕРы собираются на квартире с использованием девушек, молодых людей и занимаются групповым сексом без предохранения. То есть один из факторов, мы не употребляем наркотики не инъекционно, но мы выступаем о беспорядочном половой акте с партнером, и мы даже которого не знаем. Когда одна проблема уже по-другому порождает. Даже вот нарколог, между прочим, кто в СПИД-центре работает, они говорят, вообще оказывается, они же много лет работают, и они говорят, оказывается, героиня наркомана, это культура у них мощная. То есть они всегда предупреждают, например, они раньше собираются и говорят, у меня отдельный шприц, все, а здесь все, потому что молодежь вовлечена. Сейчас, например, средний, например, портрет наркомана, раньше у нас был 35-е и выше, там ранее судимый, там нет, а сегодня портрет наркомана 14-е, 25-е. К твоему вопросу по поводу современного станка есть такое понятие, как еще рулетка, еще есть понятие, есть понятие, как дроп еще есть. А что это? Рулетка, допустим, это среднестатистический магазин, который пользуется, так сказать, популярностью, ну, мы знаем, что магазин хороший, администраторы разыгрывают раз каждый день, разыгрывают рулетку. Что такое рулетка? Он, допустим, объявляет сегодня с часу дня, допустим, до двух часов дня, ну, то есть вот этот период времени в час, подаем заявки. То есть я должен туда включиться, ну, в свой аккаунт я должен ему подать, он его включает в рулетку, победитель рулетки получает, допустим, грамм, грамм получает бесплатно. Это, да, это, ну, как вот, игра уже, монетка, как я сказал, да, целый, целый маркетинг, вы понимаете, да, то есть, как бы, здесь вообще, здесь люди сидят, такие умы. Да, и вопрос дропа, что такое дропы? На сегодняшний день весь наркобизнес построен на дропах. Что такое дропы? Использовать человека в темные для решения каких-то проблемных проблем. Ну, если так вот расширять слово дроп, тот же закладчик, это дроп, допустим, то есть его используют в темные для того, чтобы решить свои финансовые вопросы. Ну, там, разложить, допустим, наркотики. Допустим, есть понятие, как дропы использования банковских карт и счетов других людей. Допустим, я за 2-3 грамма могу сейчас купить в магазине себе банковскую карту, допустим, на распространенный банк Каспий, допустим, банк. Допустим, я им пишу, кто мне продаст карточку за 3 грамма дроп? Он говорит, я. То есть, мне нужно просто пойти и выпустить карточку Каспий банка, оставить ее с закладкой, и после этого я получаю 3 грамма бесплатно. А тот человек в свое время с этой карты? Ну, с этой карты, он, ну, получается, свои вопросы. Элементарно можно использовать в темную. Один из фактов мошенничества, вот я поддержу своего коллегу, это, наверное, и будет полезно. То есть, вам поступает на счет определенная сумма денег, например, 18 тысяч нигер. Здесь же вам перезвонят на телефон и говорят, друзья, извини, пожалуйста, к вам на деньги, там, я вот закидывал маме свои деньги, там, на лекарство. Ну, я ошибся, там, последними двумя цифрами, одной цифрой ошибся. Ты бы не мог вот эти деньги перевести, там, ну, на другой счет. Тебе же позвонили, объяснили ситуацию, что ошиблись с номером. Ты берешь эти деньги, переводишь, и тебя в темную используют. Ты не знаешь, откуда деньги. Это деньги поступили либо за расплату каких-то наркотических средств, либо мошеннические махинации. Кстати, сразу хотелось бы предупредить, уже подрастаю, уже подросшие, подрастающее поколение, чтобы не уделились на эти провокации, не возвращали деньги, а обращались в правоохранительные органы. Да. Сильно не быть вовлеченным. Если вы не можете оплатить услуги адвокатов, то государство... Ну, как мы можем понимать, что сегодня наркотик с улиц ушел, в интернет ушел. То есть нету из рук в руки. Это все связано, конечно, с компьютеризацией, с IT-технологами. Самое главное – это, конечно же, общественное мнение, то есть общественное порицание. И наши родители, наше старшее поколение должны знать, чем занимаются наши дети. Опять же, конечно, демократия, свобода слова, свобода ребенка – это никто не отменяет. Но знать, чем он занимается и с кем он переписывается на своих гаджетах – это один из путь решения этих проблем. Какой итог ждет человек, вовлеченный в наркопреступность или когда он выбрал этот незаконный путь? То есть у него будет итог один. Как бы критика в сторону органов внутри гнела, она была, есть и будет. Мы нормально к этому относимся. Мы сами выбрали этот путь, скажем. Ну, я хочу, чтобы все понимали, что проблема наркомании – это проблема не только органов внутренних дел, это проблема всего общества. То есть и общими усилиями мы можем изменить ситуацию. Только общими усилиями. Всем большое спасибо за сегодняшний видеоподкаст, потому что здесь действительно прозвучала полезная информация для всех наших соотечественников в целом. И в свою же очередь, в завершение, хочу обратиться к нашим зрителям и сказать, в первую очередь пожелать, наверное, вам никогда не слышать таких слов, как мяу, юзать, пыль, пластилин, чернушка, копер, рулетка, вписка, дроп. Но эти слова вы знать должны. Проинформированы – значит вооружены. Всем спасибо. Пока. Вот мы завершили наш сегодняшний подкаст, поэтому пока сидим, можем воды попить, поговорить. Если честно, прослушал ваш анекдот, можно еще раз его повторить? Еще раз. Потому что отвлекался на параллельную тему. Два наркомана следует уподобляют марихуану. Молодой наркоман старого спрашивает, можно подсесть на марихуану? Он говорит, дурак что ли, 10 лет каждый день курю не подсел же. Если вы не можете обладить услуги адвоката, то государство... Продолжение следует...